До судьбоносного момента в жизни каждого 11-классника с дачи ЕГЭ остаются считанные недели. Будущие выпускники упорно готовятся к итоговым экзаменам, которые являются своего рода билетом во взрослую жизнь. Безусловно, без волнения не обходится. Поддерживают старшеклассников все. Педагоги, родители, друзья и учащиеся младших классов. Как школьники создают позитивное настроение старшим товарищам в преддверии ЕГЭ, расскажет наш корреспондент. 11-классникам сейчас скучать некогда. С одной стороны хлопота перед последним звонком, с другой подготовка к ЕГЭ. Как бы выпускник не готовился, от волнения никуда не деться. Чтобы ребята сохраняли позитивный настрой в коридор школы номер 40, учащиеся младших классов по инициативе объединения движений первых, в рамках акции «Экзамен, с которым вы справитесь», нарисовали и повесили вот такие рисунки. Без улыбки не останется никто. Мы разработали четыре формата нашей акции. Первая – это группа поддержки, когда ребята, родители невыпускных классов встают около школ своих и провожают ребят на пункт проведения экзамена. Второй формат – это рисунки. Да, «Мы рядом» называется формат. Третий формат – это встреча со взрослым. Четвертый формат у нас для администрации муниципальных образований, для предприятий. Вопрос здесь в том, чтобы закрыть наружную рекламу именно билбордами с надписью поддержки наших выпускников. Формат с рисунками понравился ученикам младших классов. Четвероклашки в этом году тоже выпускники, только начальник школы. И готовятся к серьезным экзаменам. И в какой-то степени понимают старших товарищей. Поэтому готовят для них своими руками открытки сюрпризы со словами поддержки. Некоторым людям не хватает этой поддержки. И надо их поддерживать, чтобы они не волновались, не унывали. А чтобы они были уверенными в себе и в своих словах. Чтобы они в себя верили и не сдавались. Что у них все получится, несмотря на то, что они очень сильно волнуются и переживают. Конечно же, поддерживают во всех направлениях одиннадцатиклассников педагоги. Учителя информатики Светланы Герцовой двойное волнение. И за учеников, и за дочь, которая в этом году получает аттестат зрелости. Учитель и мама видят, как пусть и взрослым, но все-таки еще детям нужна поддержка. Обязательно нужно, потому что это поднимает настроение. Это повышает уверенность в себе, в ребят. И поэтому такой позитивный настрой, это очень важно, конечно. Я не испытываю сейчас больших волнений. Настраиваю также два года, начиная с 10 класса. Мы с ними готовимся, занимаемся. Сами выпускники хоть и серьезны в преддверии экзаменов, но остаются на позитивной волне. Волнуюсь, потому что понимаю, что это один из важных этапов в жизни, который, ну, можно сказать, все переживают. Переживаю из-за того, что боюсь, что не поступлю, боюсь, что не сдам, но думаю, все будет хорошо. Готовиться, в принципе, тяжело, ну, когда еще много разных предметов. Ну, а что, готовлюсь, все хорошо. Организаторы надеются, что акция «Экзамен», с которым вы справитесь, станет доброй традицией поддержки выпускников. Напомню, молодежное объединение «Движение первых» было создано в прошлом году по инициативе президента. Этой весной на Координационном совете по вопросам молодежи глава региона Игоря Руденни подчеркнул, что результатом деятельности движения должно стать формирование у подрастающего поколения традиционных ценностей. И что в этом деле важно исключить формализм.